Ребята, всем привет! Я Аня и вы смотрите Идейки за копейки. Сегодня подготовила для вас самые лучшие идеи в стиле игры в кальмара. Это и часики браслета регами с охранником, а также бесконечная игра крестики-нолики для классного времяпровождения на переменке. А скрипыши в стиле лего с любимыми персонажами из квит-гейм точно удивят твоих друзей. Суперский значок сквиш на рюкзак, а брелок Симпл Димпл Сахарные Соты точно украсит рюкзак, ключи и даже снимет любой стресс. Скорее подписывайся на канал и поехали! Берем лист А4 красного цвета. Нам нужен квадрат 21 на 21 сантиметр. Складываем вот так и лишнее обрезаем. Квадрат готов. Кладываем по второй диагонали, а теперь два параллельных угла сгибаем к центру по два раза. Полученную фигуру складываем пополам. Повторяй за мной и у тебя точно все получится. Если не успеваешь, то ставь видео на паузу и повторяй дальше. Мы готовим суперские новинки, поэтому нажимай на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и не пропускать их. Сгибаем вот так и аккуратно раскрываем. Ребята, мы открыли новый канал для любителей страшилок, слаймов и лепки. Сам браслет готов. Заранее я подготовила вот такие детали. Клеиваем их и декорируем браслетик. Черным маркером я раскрасила две полосочки и вырезала их. Приклеим их на браслет, как показано на видео. И осталась еще одна деталь. Клеим вот так. Берем белый или серебристый маркер и рисуем имитацию змейки. Браслет готов. Очень быстро и просто. Если вам понравилась такая идея, дайте знать лайком. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Уверена, им тоже понравится такая идея. Ребята, сегодня в тренде популярный сериал «Игра в кальмара». Многие готовят сахарные соты, а я решила сделать симпл-димпл брелок. Шаблон-звездочку обводим на картон шесть раз. Звездочки склеиваем в одну, вот так. А также можно сделать с помощью клеевого пистолета. На антипригарном пергаменте рисуем звезду. И заливаем горячим клеем в несколько слоев. Заготовку обводим на картон и вырезаем отверстие чуть большего размера. Берем кружочек из картона и вырезаем отверстие звезду по шаблону. Ребята, мы открыли новый канал для любителей страшилок, слаймов и лепки. Делаем две такие же заготовки из фоамирана. Если хочешь смотреть наши новые классные ролики, скорее жми на колокольчик. И ты точно их не пропустишь. У нас много классных идей и точно есть чем тебя удивить. Сделаем пупырку звезду. Греем фоамиран, кладем на звездочку, а сверху фиксируем заготовка из картона. Немного ждем и лишнее по краю обрезаем. Должно получиться вот так. Пупырку вклеиваем между двух заготовок. Берем колечко от старого брелка и полосочку фоамирана. Полосочку продеваем в колечко и вклеиваем, как показано на видео. Супер брелок Симпл Димпл из игры в кальмара готов украсить ключи и рюкзак. Такой Симпл Димпл точно удивит твоих друзей. Для начала рисуем шаблон для кубиков. Очень удобно на листочке в клеточку. Размер каждого квадратика полтора на полтора сантиметра. Или же три клеточки. Рисуем три ряда по пять квадратиков в каждом. Заготовку вырезаем, как показано на видео. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи на нашем канале. По шаблону вырезаем заготовки из черной бумаги или тонкого картона. Если черной нет, то можно раскрасить черным маркером или же использовать другой цвет. Проводим по полосочкам сгиба чем-то неострым. Можно монеткой или непишущей ручкой. Делаем надрезы, как в шаблоне. И сгибаем. Ребята, мы открыли новый канал для любителей страшилок, слаймов и лепки. Собираем и склеиваем кубик. Используем клей-карандаш, любой клей для бумаги или двусторонний скотч. Повторяй за мной и у тебя точно все получится. Если не успеваешь, ставь на паузу и повторяй дальше. Кубик готов. Нам нужно сделать два отверстия на параллельных сторонах. Делаем 9 одинаковых кубиков. Берем деревянные палочки для шашлычков и нанизываем по 3 кубика на каждую. Шашлычки готовы. Рисуем белым или серебристым маркером крестики и нолики на каждом кубике. Берем кусочек картона шириной 8 и длиной 10 сантиметров. Делим на 4 части по 2,5 сантиметра в каждую. Слегка делаем надрезы канцелярским ножом, чтобы легче складывалось. Собираем и склеиваем. Я использую горячий клей. Делаем две одинаковые заготовки. По краям заклеиваем квадратиками из картона. В каждой заготовке делаем по 3 отверстия для деревянных палочек с кубиками. Я использую циркуль. Заготовки я решила покрасить белой акриловой краской. Можно при желании обклеить цветной бумагой или же сразу использовать цветной плотный картон. Я люблю раскрашивать красками, особенно акриловыми. Они хорошо ложатся и очень быстро сохнут. А пока я раскрашиваю, у вас есть время подписаться на идейки за копейки. У нас много отличных идей. Собираем игру. Обе заготовки приклеиваем к плотному картону. Осталось украсить игру. Я нарисовала, раскрасила, вырезала и заламинировала рисунки из дарамы «Игра в кальмара». Получилось очень оригинально. Такую игру точно оценят твои друзья и одноклассники. Если понравилась такая идея, не забудь поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Им точно понравится. Берем листочек бумаги и складываем его пополам. Сверху рисуем персонажа простым карандашом. Затем обводим тонким фломастером или линером. И раскрашиваем маркерами, фломастерами, красками или карандашами. А пока нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить классные новые ролики на идейки за копейки. У нас много отличных идей и точно есть, чем тебя удивить. Ребята, мы открыли новый канал для любителей страшилок, слаймов и лепки. Сверху на листочек клеим широкий скотч и вырезаем две заготовки для значка. Отрезаем много маленьких кусочков скотча и склеиваем две части. Оставляем вот такое отверстие. Внутрь кладем любой наполнитель. У меня синтепон. Можно использовать салфетки, пакеты, пенопластовые шарики или поролон. Берем самую обычную булавку и клеим на термоклей. Вот так. Ждем, пока клей застынет и значок готов. Так можно сделать значки с любыми персонажами и на любой вкус. Сначала подготовим рисунок. У меня игрок из игры в кальмара. Картинку ламинируем скотчем с двух сторон. Лишний скотч по краю обрезаем. Берем фуамиран. Можно использовать толщину 1,2 мм. Из картона я сделала шаблон, чтобы все скрипыши были одного размера. Клеим картинку клеевым пистолетом или суперклеем к фуамирану. Обводим шаблон и вырезаем. Теперь в кружочке делаем отверстие дыроколом или маникюрными ножничками. Полосочку фуамирана скручиваем в рулончик и склеиваем. Ребята, мы открыли новый канал для любителей страшилок, слаймов и лепки. К нему клеим кружочек чуть большего диаметра, чем отверстие в скрипыше. Заготовку клеим сзади, желательно по центру фигурки. Осталось назвать скрипыш. У меня это игрок под номером 067 Кансы Бек. Для надписи используем перманентный маркер, чтобы она со временем не потеряла цвет. Таким образом вы можете сделать скрипыши с любыми персонажами или предметами. Скрипыш упаковываем в бумажный пакетик и склеиваем клеем или скотчем. У меня получилось 8 пакетиков с персонажами из игры в кальмара. Для них я сделала вот такую большую бумажную упаковку. Все пакетики кладем в нее и заклеиваем. Я использую клей-карандаш. Очень быстро и удобно. Не оставляет никаких следов. И очень хорошо склеивает. С помощью маркера и линейки делаем штриховку, чтобы упаковку можно было ровненько разрезать ножничками. Готово! Желаю всем фантастического, неповторимого, насыщенного и лучезарного дня. До встречи на идейке за копейки. Пока!